Что, сегодня у нас арочное моделирование. Давайте пока все собираемся, я вам покажу свои суперские ногти. Полуновогодний вариант. У меня же не было совсем, я с лаком ходила месяц. А теперь я вот с такими вот... Они не опилены еще. Мы не успели, мы сейчас прервались, проведем эфир. Мы меняемся местами. Мне делает ногти мой резидент. МСПБ один из лучших резидентов, между прочим. Хотя она стесняется очень сильно. Вот. Мы начали делать ногти, нарастили. Там, в общем, внутри фольга, вот так скомканная. Мы сегодня тоже такой ногой сделаем. Я решила вам показать. Да, типа потали что-то. И все. И мы смоделировали, еще не опилили. Я буду ставить форму без перчаток. Вы не смотрите, пожалуйста, на ногти, потому что они не опилены. А перчаток я не могу надеть. Я не могу, у меня руки. Всем привет, всем привет, всем добро. Утро. Вижу девчонок, которые участвовали в марафоне. Для тех, кто участвовал в марафоне и смотрел последний эфир, делал третье задание, для вас, возможно, ничего нового. Сегодня я не скажу, господи, не выколоть бы себе глаза. Я месяц была вообще, кстати, вот под ноль были ногти. Я начала закалывать волосы, у меня все из рук валится. Это ужасно, неудобно. Вот, поэтому поехали. Не буду долго рассказывать. Поехали, поехали. Рада видеть вас вновь. Привет. Вот вижу девчонок, которые были на марафоне. Вам так понравилось, что вы еще раз решили посмотреть арки. Это похвально, похвально. Так, у нас тут творческий беспорядок, поэтому стол я вам показывать не буду. Так. Ой, проверила сейчас, думаю, я хоть правильно зашла на правильный аккаунт. Тут же со своего проведу. Так, вот они, смотрите. Вот такая вот у меня красотища. Я выложила сториз. Они вообще не опилены еще. Ну, то есть, просто мы только выложили, еще не успели опилить. Сейчас проведем для вас эфир и будем пилить. Тоже сделаем ногти вот с фольгушечкой. Вот такой вот. Сделаем арочку. Такой недлинный. Хотя, что там, да, Свет? Один. Какая разница какой. Вот. Мы уже ноготь подготовили. Я не надену перчатки. У меня, пожалуйста, Христом, Богом вас прошу, не ругайтесь. Потому что я не смогу, я месяц была без ногтей, я не смогу приклеить форму, поставить. Поэтому все, кто будут вновь заходить и будут писать, что у меня отстойные ногти, те, кто уже присоединился, давайте пишите им ответ. Вы знаете историю. В общем, рассказываю. Для тех, кто ни разу не делал арки, не смотрел мне эфиры, не обучался. Что такое арочное моделирование? Арочное моделирование сильно отличается от салонного. И первое, чем оно отличается, это постановка формы. В арках самое главное научиться ставить форму правильно. Все. Научитесь правильно ставить форму, вообще не будет проблем. Смотрите, как я подготовила ноготок. Видите, я выпилила боковые линии, натуральные пластины по бокам, чтобы вообще не было ноготка. Вот здесь, в центре, я могу оставлять миллиметр. Но если ноготь не растет ни вниз, ни вверх. Вот здесь могу миллиметр оставить. По бокам вот здесь все полностью выпиливается для того, чтобы освободилось пространство для ребер жесткости. Я вам сейчас нарисую с двух ракурсов. С двух ракурсов ноготь. Вот в росты. Обозначаются крестиками всегда в росты. Это линия гипонихия. А здесь рисуется свободный край уже. Вот свободный край, он вот здесь может оставляться чуть-чуть, небольшая длина. А вот здесь по бокам полностью убирается для того, чтобы появилось пространство для закладки материалом ребер жесткости. Я думаю, что это понятно должно быть. Это то, что касается подготовки ногтевой пластины. Противопоказания к аркам трапециевидные. Можно сделать, но это такие некрасавцы будут. Ну и плюс они получатся тонковатые, потому что выпилить нечего, ну когда ровная линия гипонихия. И обычно тонкие вот здесь получаются ребра, они потом трескаются. Да, противопоказания это трапеция, это микронихий. Да, к аркам это все противопоказания. Арки это нестандартная форма. И делать ее там всем подряд и пытаться подстроить эту форму под любой вид ногтевой пластины нет никакого смысла. Потому что это больше конкурсные ногти. Они пришли вообще из конкурсов к нам. Ну и потом уже адаптировали их под салонный вариант. Но все-таки это больше конкурсный, не повседневный. Сейчас делают арки на короткую длину. Можно, мы вот делали на марафоне с вами. Но все-таки это не повседневка. То есть не делаем мы всем клиентам, всем подряд арки. И постановка формы. Это второй момент. То есть подготовка ногтевой пластины и постановка формы. Форму мы ставим сильным сдергиванием. То есть если на салонный квадрат мы ставим, чтобы носик был на одном уровне с ногтевой пластиной, вот так. Чтобы здесь небольшая ямочка была, чтобы заложилась толщина зоны стресса. Нам здесь нужна там арка салонная, там 30-35%. То есть не нужны большие арки. А если мы хотим делать именно арочные ногти, то нам нужно поднятие формы выше, чем точка наивысшей ногтевой пластины. Потому что арка формируется именно за счет поднятия формы. Видите? Тем самым у нас закладывается и зона стресса, и будет арочка хорошая. Если вы опустите форму, то есть поставить ее как на салонный, но при этом вы будете выкладывать арки. То есть у вас получится, что боковые линии опущены вниз будут. Видите? То есть у вас ноготь будет вниз опущенный по боковым линиям. Ну, либо вы его так и оставите, но они будут вниз расти. Либо вы начнете подпиливать ровно боковую линию, и все равно у вас арка уйдет. Ну, то есть самое главное – это поднятие формы вверх. И как это должно смотреться сверху? Форму мы заужаем узко трубочкой. Заужаем узко трубочкой. То есть мы ставим высоко и стараемся ее зажать уже, чем ширина ложа, на 1-1,5 мм. Чтобы появилось вот здесь пространство для ребер жесткости. Если у вас форма становится вот так широко, все, не будет никакой арки. Они будут тонкие по ребрам, они будут широкие, то есть у этих красивых узких трубочек уже не будет. То есть ставим узко, выкладываем подложку, и затем уже с помощью выкладки архитектуры формируем ребра жесткости. Все. В принципе, если вы это запомните, с этого можно уже начинать, чтобы сделать свои первые арки. Так, поехали. Все, мы уже подготовили, сейчас обезжириваю. Подготовительный этап, то есть нейлпре, ультрабонд, база, варка, в принципе, все то же самое, что и в обычном моделировании, ничем не отличается. Материалы, которым выполняем арки, это акригель или гель. Герлаком, конечно, жарочное моделирование мы не делаем, потому что герлак это мягкий материал, и нагрузки свободный край просто не выдержит. Потому что в арках свободный край очень объемный, тяжелый за счет большой арки. То есть здесь нужны жесткие материалы. Вообще рекомендую подложку делать акригелем, а моделировать гелем. Вот мы с вами сейчас тоже и сделаем. И вообще вот у меня тоже. Мы сделали подложку акригелем прозрачным, а моделировали монофаз гелем. Вот, делали мы. Где глаз? Это он? Это крышка, да? Мы потеряли в процессе сегодняшнего акханалии крышечку от глаза. Мы делали глаз-подложку и моделировали монофаз. Получается, что у вас прочный свободный край, он выдерживает большую нагрузку, они не сгинаются, не трескаются. А поверхность почему гелем? Потому что мне, например, гелем удобнее, потому что он самовыравнивается. То есть мне акригелем, например, поверхность длинных ногтей выкладывать, ну, дольше. Но поэтому я выбираю совместить гель и акригель. Носим базу, либо супербонд, либо эмилак бейс гель. У нас эмилак бейс гель. В принципе, ничем на этом этапе пока не отличается. А вот на постановке формы уже да. И чем хороши формы эми, многие знают уже, но кто-то, возможно, и не знает. Сейчас покажу. Ну, вот эту штучку мы сразу убираем. Это для длинных стилетов добавленная длина. Если вы делаете длину не сильно большую, не больше 10, то убирайте, и она просто мешает. Во-первых, во-первых, здесь есть вырезы, да, те, которые вы очень сильно все любите, и вы их делаете. Во-вторых, здесь есть... Не могу ничего взять. Во-вторых, здесь есть пунктирная линия, вот если присмотреться. Вот она, видите, пунктир с одной стороны, и вот он с другой стороны. Если вы не знаете, для чего это, это как раз-таки для арочного моделирования, вот этот пунктирчик. Ну, я заломы делаю и на салонных ногтях, ну, не на всех, но делаю. То есть форму, чтобы она стала узкой, трубочка, ее нужно вот здесь сбоку заломить. То есть залом с одной стороны, с другой, форма так клац, и зажимается узенько сразу вот здесь в трубочку. Раньше этого не было, то есть вы должны были как бы, ну, интуитивно, не точно, даже не интуитивно, а ну, знать, где заломить. Теперь на формах эти заломы уже есть. Они не у каждого будут в том самом месте, где они есть, но хотя бы у вас есть указатель, где вам нужно зажимать подарки. Это очень-очень удобно. То есть лучший форм, вот еще момент, то есть что мы делаем? Мы сначала зажимаем в арочку форму, подносим к октябре пластины и сильно вздергиваем. Помним, что при арках у нас сильно-сильно вздернуты. И при арках у вас ушки вот эти, они будут всегда спрятаны. То есть вы их сверху вот здесь видеть не должны. Если вы видите, что у вас ушки вот здесь, значит у вас арки не будет, форма стоит вниз. Так, я приподняла, и у меня сразу вываливаются бока, то есть форма не становится. Это говорит о том, что мне нужно подрезать форму в глубину, по центру. Бывают такие, почему режем? Это зависит от линии гипонихия. Бывают такой узкий, разросшаяся линия гипонихия, что приходится вырезать чуть ли не до двойки. Это очень индивидуально, поэтому смотрите по ногтевой пластине. Вот, все вроде бы стало. Я держу вот здесь форму по бокам и ушки вниз-вниз-вниз-вниз-вниз опускаю. Все. Приклеила ушки верхние, только тогда я могу убрать руку. Дальше что мы делаем? Во-первых, мы всегда держим центральную линию. Во-вторых, мы смотрим, чтобы ушки были на одном уровне. Если одно ухо ниже другого, это будет говорить о том, что у вас перекос будет в арке. Вот я вижу, что у меня чуть-чуть выше одно я беру и опускаю. Переворачиваем, смотрим. Не так. Вот таким образом переворачиваем, смотрим, чтобы центральная линия совпадала с центральной осью. То есть в арках нет вообще параметров, на которые бы мы забили, грубо говоря, как в салонном моделировании. В салонном моделировании, там одна арка больше где-то, одна там 20%, другая 25% и фиг с ней, никто в нее внимания не обратится. За счет того, что это, допустим, мягкий квадрат, незаметно, еще и салонный. В арках, если вы на эти параметры будете не обращать внимания, ну, как бы, будет сильно видна разница. То же самое со склеиванием вот этих ушек нижних. В арках они должны быть приклеены настолько стык-стык, чтобы вы вообще не видели здесь зазора. Если увидите зазор, все, у вас перекос в арке будет. То есть вы, когда ставите форму, вы этого не понимаете. Как только вы снимете форму, начнете пилить, вы все поймете сразу. Все косяки, они сразу вылезут наружу. То есть вот эти ушки нижние, мы прям стараемся склеить их очень-очень аккуратно и стык-стык друг к другу. То есть каждый параметр, ушки, центральная линия, нижние ушки, они все очень важны в арочном моделировании. Если в салонном и на пофиг клеим обычно форму, лишь бы встала. Вот лишь бы встала там и вот тут там что-то там зажимаем и достаточно. В арках мы прям максимально внимательны. Плюс вот эта капелька, смотрите, она тоже очень важна. Ни в коем случае не зажимаем вот так к концу форму. Я вижу такое очень часто. Это будет говорить о том, что у вас ногти будут морковкой. В квадрате никогда не заклеивается форма вот так узко. Плюс вот эта капелька, смотрите, она должна быть вот такой ровненькой и стоять четко по центру. Если вы вот так смотрите в каплю и видите, что она у вас... О, видите? Молодцы, я так и знала. У нее неопиленные ногти, поэтому сказала не пугайтесь, не удивляйтесь. Спасибо, девочки, я так и знала, что так и будет. Видишь, какая я молодец. Заранее все предусмотрела. По центру смотрим, чтобы капля стояла по центру. Можем прям вот так палку поставить. Если она чуть в сторону, либо в одну, либо в другую уходит, все это тоже будет косячок. Поэтому будьте внимательны. Заружаем сначала, насколько позволяет палец, а потом переворачиваем. Какую ногу? Переворачиваем и делаем заломы. Вот эти заломы. Смотрите, я сделала сейчас залом с одной стороны. Вот обратите внимание. Смотрите. Видите, у меня форма, она сразу оп, и трубочка ушла. И вот здесь у меня появилось ровно миллиметр для того, чтобы здесь было ребро жесткости. Никак не верится Анной и блески. Почему это? Я очень люблю блески. Я вензеля не люблю, вы путаете. Нет, сейчас же модно. Опять стало. И тиктока насмотрюсь, знаете, вдохновлюсь и делаю тоже. Знаете, сейчас же вот трэш, маникюр, он же снова в моде, но только не вензеля. Вензеля уже все, они умерли. Не в обиду никому. Это вам так по секрету. Вензеля умерли. Все. Видите, заузило с обоих сторон, и форма стала трубочкой. Сейчас проверяю. Переверни. Вот так проверяем, чтобы стояло ровненько. Еще раз поджимаем вот здесь снизу. И начинаем выкладывать. У Светы подходящие ногти подарки. Мне давно таких не попадалось. Обычно такие, ну, пойдет. Ну, что-нибудь сделаем. Итак. Перчатки надеть не могу. Объясняю, почему. С неопиленными ногтями, понятно, мы не успели опилить. Перчатки не могу надеть, потому что у меня перчатки XS, по-моему. S они у меня. Они S. И с ногтями они никак не наденутся. Вот без ногтей они как раз. С ногтями просто... Ну, они просто все вылезут. Смысл. Вот. Делаем подложку акригелем. Прекрасно. А моделировать будем уже гелем. Я пережимаю иногда при зажатии. Да. Это тоже возможно. Это нужно просто отработать. Ну, то есть, как бы, не особо ничего в этом нет страшного. Все пережимали на этапе, вот, ну, когда еще прям это не отработано. Я не знаю, как сейчас там с чемпионатами. Я перестала готовить к чемпионатам. Все уже. Ну, потому что я уехала из Ростова. Подготовительные тренинги, они были там. Вот. Я не занимаюсь больше подготовкой, судейством и тренингами не занимаюсь. Вот. Но если у вас какие-то проходят чемпионаты в городе, в области, вы знаете, что они проходят, и у вас есть возможность в них поучаствовать, я вас очень прошу, обязательно все участвуйте. Потому что то, что дают чемпионаты, вот, именно такого опыта, опыта в плане моделирования, опыта в плане стрессоустойчивости, общения в команде. Ну, вот, то, что мне дали конкурсы, мне в жизни, вот, наверное, ничего не дало. Я очень сильно выросла после конкурсов, и изменились очень ногти, и стало, конечно же, быстрее делать уже после первого конкурса. Вот. Поэтому, если есть возможность, участвуйте. Просто конкурсных мастеров их видно сразу. Конкурсные ногти. Вот так, как делают конкурсные мастера, даже обычные салонные ногти, это совсем уже другая история, это совсем другой уровень. Поэтому очень рекомендую всем участвовать. Такс. Подложку только не делаем слишком толстую. У нас же сейчас будет тут еще фольга. Если сделаем слишком толстую, перепилится поверхность, и пропилится фольга. Мне бы сейчас вот так поджать, но я постараюсь. Перед тем, как ставить в лампу, еще разок поджимаем снизу форму. Смотрим еще раз, сушим. Секунд десять, и можно поджать. Да. Светлана Рихтер будет реанимировать вензеля на марафоне 13. Реанимировать? Светочка, она очень хорошая. Да, у нее есть вкус. Это я точно знаю, что у Светы есть вкус в дизайнах, и мне всегда нравятся ее дизайны. Поэтому всем рекомендую пойти на ее марафон. Я не знаю, что за марафон. Вот первый раз увидела, но я знаю, что у Светы будет точно стильно. Возможно, она сделает с ними что-то такое, что даже, я скажу, нарисуйте мне вот как Рихтер сделала. Поэтому идите все на марафон. Напишите, Света, здесь аккаунт, если знаете. Пусть девчонки зайдут. Так, не получаются заломы. Их нужно отработать. Нужно просто... Ой! Так. Ну, в принципе, тут у нас и так все узко. Если вы ставите форму сразу узко, так, вот как положено, чтобы она прям вот уже, чем ложе была, вам не нужно потом никаких пинцетов, зажимов, понимаете? Если вы ставите форму широко, и вы потом надеетесь ее зажать пинцетом, то не надейтесь, она не зажмется. Гель имеет свойство все равно разжиматься. Вы эту подложку подожмете, выложите архитектуру, и под тяжестью архитектуры арка все равно разойдется. Даже если вы с гелем потом вместе подожмете, вы будете сушить топ, и арка все равно разойдется. Потому что гель нагревается при полимеризации, и если вы его насильно зажали, он все равно будет расходиться. Поэтому учитесь ставить форму сразу правильно и узенько. Все, мы готовим фольгу. Ой, еще вот эту штуку сейчас набахаем. Ага. Я и вензеля у вас не вяжется. Сейчас завяжется. У меня сегодня такое настроение. У меня дома, знаете ли, уже висит гирлянда. Я уже делала оливье, уже мандарин съела мешок. Смотрела уже елки и один дома. Поэтому все, у меня Новый год. На Новый год все можно. Снимаем форму. Можете не снимать до последнего, чтобы арка не разжималась. Но я в своей арке уверена. Вот смотрите, какой процент сейчас у меня арки. Здесь 60 сейчас. Здесь сейчас 60% от окружности. То есть как раз 10-15 идет, 45-50 останется. Идеальная арка, конкурсная. Конкурсная арка. Это 50% от окружности. Ни больше, ни меньше. Но если вы беретесь, даже на конкурсе можно, смотрите, здесь очень важна идентичность. Чтобы на всех ногтях размер арки был одинаковый. Если у вас получается 40, это не будет ошибка, если у вас на всех будет 40. Даже если 35. Если она будет на всех один в один. Вот просто на всех 35. Хоть мерей. А если она будет на одном ногте 50, на другом 40, на другом 30, вот это уже ошибка будет. Аня, очень вас прошу. Покажите постановку формы на острый стилет. У меня есть в ленте эфир со стилетом. Кстати, тот эфир, который вылетел куда-то в рекомендации, набрал охват полтора миллиона. И после него мне все стали турки в директ писать. Идите ко мне на страницу. Ну только досмотрите. И там все есть. У меня на самом деле, я уже устала. У меня, честно говоря, уже язык болит. Говорить одно и то же. Но я скажу. У меня в ленте есть эфиры по всем техникам. И по аквариуму, и по выкладному белому, и по выкладному аквариумному, и по стилету. Вот идите, смотрите. Все есть. Причем, как бы, все подробно. Такие мини-курсы. Если вам этого будет мало, welcome на курс арочное моделирование. Welcome на конкурсный тренинг. Там я стилет тоже показываю. На арках как раз-таки есть все. Есть и аквариум, и выкладной френч. И даже там с блестками, с лепкой. Короче, со всей ерундой. А, вот это сначала. Смотрите, какие красивые. Не знаю, что за блестки, откуда они у меня. У меня чего только нет. Все, все, что попало. Вот сделаем вот так. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Красота. Все. А теперь фольгу. Так, сейчас, секунду. Все-таки надо, чтобы она липкая была. Мы вот так и мне делали. Просто вот так прикладывали. Главное, ее сильно не прижимать, чтобы она прям торчала. Я себе в сторис уже выложила свои диско-ногти. Так ты сказала, Света? Да. Так, оп, оп. Так, чтобы только по бокам не торчало. Я даже сверху не буду сильно приминать, чтобы оно вот так было неровненько все. Так, так, так. Подожди. Не спеши. Ой, какая... Что-то у меня сегодня прям, видите, какое настроение? Блестящее. Ну, Новый год же. Арочный золотой ноготь. Слушай. Все. Сейчас будем заливать. Сверху можете нарисовать вензеля. Черные. Я, знаете, что думала сначала сделать, но потом передумала. Можно вот так сделать, только на кончик, как я сделала. Блестки вот сюда вот, фольгу. А потом взять и черным зарисовать ложе вот так с линии улыбки. Поняла? И будет кончик с фольгой вот этот прозрачный. А вот здесь что? Ну, это вообще будет секс, мне кажется. Да? Я у меня сразу... Я же люблю такие дизайны странные. Мне прям сразу пришло в голову именно эта идея. Такс. Сушим. И теперь уже, смотрите, берем монофаз и заливаем поверхность. Пунь. Как это... Ой, отвыкла, отвыкла. Отвыкла. Так, фольга нам тут не нужна. Пум-пум. И теперь в арках чаще всего в два раза, потому что вот здесь подъем нужно заложить, плюс еще ребра нужно сформировать. Около кутикулы мы сразу в ноль. То есть только протягиваем, чтобы потом там сильно не пилить. В принципе, это правило действует на любой вид форм, на салонные, на арочные, на все. А теперь мы вот так вот ставим капельку в центр. Она, конечно же, все равно растечется. Сцентровываем. Ох, какая арка у нас получилась. Прям в банку. Тону ничего. Суши. Быстренько сушим. Тык, 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 тык. Фольга и поталь? Нет. Поталь, она тонкая. Дай. Вот, пока как раз ей горячо, я могу еще поджать. Вот. Вообще клево. Слушай. Да, можно. Блин, мне точно хочется прямо вот тебя черным закрасить. Не, не буду. Долго будет. Просто опилим. Короче, имейте в виду, что прикольный дизайн будет, если оставить свободный край. Френч, вот из фольги, то, что мы сейчас сделали. Оставить френч из фольги. Ой, как красиво блестит. Не передает, не передает. Он смотрится очень прикольно. Внутри как будто такая пожамканная фольга. Не передает. Блин. Ну, ладно. Я потом сниму макро и в сторис выставлю, посмотрите. И вторым слоем мы дополняем недостатки архитектуры, если нужно, по продольному изгибу еще. И в основном вот здесь докладываем ребра жесткости, потому что в арках они должны быть полноценными. Если будут тонкими, то начнут трескаться по вростам, потому что тяжелый свободный край, объемный. Ну, то есть ребра должны быть полноценны, чтобы выдерживать вот эту нагрузку арки. Арки очень сильно ломаются. Неприятно. У меня был случай. Я его запомню на всю жизнь. Просто я ударилась... Лобовое было столкновение, на меня дверь наскочила. У меня был пайп длинный. Вот. И у меня отскочил ноготь вместе со своим... Короче, кровь как хлынула. Там просто все чуть в обморок не попадали. Ну, то есть они если ломаются, то вот так с кровью очень неприятно. Переверни. Сушим. Сушим. Все, сейчас будем пилить. В арках тоже есть отличие от пила, от салонного моделирования. Прям очень сильно. Тут даже в своих словах не расскажешь, но сейчас быстренько постараюсь объяснить. То есть салонное моделирование мы сразу подпиливаем боковые линии, торец и пошли там поверхность, скругляем боковые поверхности. В арках отпиливается сначала полностью все. Открывается толщина торца, боковые линии, то есть подбираются в самую последнюю очередь. Сначала открывается толщина торца, опиливается зона кутикулы, опиливаются боковые поверхности очень ровно, не скругляя, пилка четко ровно лежит. Потом опиливается зона от кутикулы до точки апекса, свободный край, формируется продольный изгиб и в самую последнюю очередь поднимается боковая линия. То есть тогда, когда полностью ноготь уже сверху готов. Это вот отличие пила от салонного. Если вы будете спилить арки так же, как и салонный, скорее всего, они будут не такими у вас, как надо. Поэтому учитывайте этот момент. Так. Все хотят черный. Покажитесь черным. Начинается. Кляпнула на свою голову. Надо маникюр сейчас делать. Я не хотела ей делать маникюр. Сейчас посмотрим. Ой, ладно, ладно, ладно. Люблю когда меня уговаривают. Поуговаривайте еще. Ай, они все хотят черным. Очень красиво, да. Ирина, не могу. Ладно. Умейте его уговаривать, конечно. Снять? Зачем? Света, ты что, не мастер маникюра? Ты что, не ходила с разными ногтями? Снимем потом. Конечно, как же ты мне будешь пилить? Пойдем только потом сходим. Давай. Все. Обезжириваем. Ох, какая арка. И поехали пилить. Ой, сейчас мне не жалко пилить, потому что ногти не отпилены. Все, погнали. Сначала толщина торца. Пилка ровно, чуть-чуть с наклоном под ноготь. Смотрим, чтобы толщина была достаточно. Видите? У меня вот сейчас до полтора миллиметра. Я сейчас как раз пилю и останется 0,7. В арках там слишком тонкие торцы. Старайтесь не делать. Потому что все-таки архитектура большая. Дальше мы переходим к боковым поверхностям. Видите? Я пилю боковую поверхность вниз. Вот этот, не трогаю. Ну, могу вот чуть-чуть убрать прям вот эти неровности. Но поднимать до конца боковую линию я буду в самый-самый последний момент. Так, поехали. Слежу здесь за толщиной. Ну, тут у меня есть куда пилить. С одной стороны попилила. Видите? Ровненько уже сверху. Перехожу на другую. Плюс в старой пилке, что ты ее не порежешь. Смотрим так, чтобы толщина одна уходила с одной стороны так же, как и с другой. То есть толщина торца в идеале должна быть очень-очень ровная. От края до края. Например, в конкурсах этот параметр, он прям отдельно оценивается. В конкурсе даже отдельно оценивается верхняя арка и нижняя арка. Ну, то есть поэтому, вот если вы даже один раз поучаствуете в конкурсе, вы уже потом не сможете не обращать внимания на вот эти моменты, на которые, например, в салонном варианте раньше вы никогда не обращали внимания. И даже салонные ноготули уже будут просто совершенно другими. Но плюс скорость увеличивается, потому что, когда мы готовимся к конкурсу, мы в первую очередь скорость отрабатываем. Ну, не в первую. Сначала, конечно же, качество, все параметры, а потом уже скорость. Но скорость – это один из самых важных моментов, потому что в конкурсе ты, если не успел доделать, ну, все. Никто не будет там говорить, ой, какие бы у нее хорошие ногти получились, жалко она не успела. Ну, то есть не успел – все. Тебе этот параметр, который ты не доделала, тебе его просто там 0 баллов поставят. И до свидания. У нас, кстати, ни разу не было такого, чтобы… И, по-моему, как-то было у меня кто-то из девчонок один раз не успел покрыть топом, если я не ошибаюсь. Но это было один-один раз всего. Все, теперь поверхность свободного края. Вот, смотрим на него сверху, он уже почти красавчик. А нижний, смотрите-ки, еще даже не поднятый, не попиленный вообще абсолютно. То есть мы сначала полностью доводим сверху поперечные изгибы, продольные. Все выводим, допиливаем, выводим толщину торца. И только потом поднимаем боковые линии. Все, и только когда уже сверху вы попилили и видите, что уже все красиво и все хорошо, только тогда переходим к низу. И то очень аккуратно, чтобы не перепилить. Так, есть. И поворачиваем его боком. Видите, продольный изгиб у меня уже выпилен. В арках нет такого продольного изгиба, как в салонном. То есть идет подъем, а потом практически ровно. И потихоньку, потихоньку, смотрите, потихоньку я ставлю пилку параллельно боковой оси пальца и не спеша поднимаю боковую линию. Потому что можно резко взять вот так попилить, и потом она будет вздернутая у вас. То есть это тоже такой важный параметр. Аккуратно попилила вот здесь, чтобы зазубринки вот там не осталось. Хорошо подлезла под врост. Только не вот так пилкой уперлась и врост выпилила, а пилку от вроста уводим. Поворачиваем теперь другой стороной. Вот видите, у меня с этой стороны уже поднялась. У меня-то арка, а с другой еще нет. То есть мы сначала с одной стороны, а потом с другой. Распространенная тоже ошибка в арках. Это когда висит, боковая линия провисает. Ты смотришь на них сбоку, вот так, и боковая линия висит. А ты начинаешь ее поднимать, и арка уходит. То есть это говорит о том, что мне достаточно задрали форму. Ну это я вначале сам им объясняла, что очень важно форму поставить с сильным сдергиванием. Прям вот сильным, неестественным. Обязательно проверяем, чтобы на одном уровне, вот так, на одном уровне у вас были висящие уголки, арки. Вот я вижу, что у меня вот это чуть ниже висит. Это говорит о том, что я с этой стороны меньше подняла боковую линию. Этот параметр тоже очень важен, потому что сверху это может быть заметно. Так, вот чуть-чуть толстоватый вот здесь еще в этом месте. Сейчас фольга пойдет под пропил, ну и бог с ней. Там ее много. Ну, мне важнее довести торец. Если что, фольгу я могу прилепить. Ну, в принципе, достаточно. Достаточно. Вот еще чуть-чуть вот этот уголок висит ниже. Совсем-совсем чуть-чуть, но я его вижу. И доводим здесь уже боковые поверхности. Если где-то вот здесь еще спряталась толщина ненужная. Минус неудобства моделировать прозрачным геном, то что не совсем видно архитектуру. Но как раз-таки можно и отработать выкладку. С одной стороны. Симметрично обязательно с другой. Иначе будет с одной тоньше, а с другой толще. Еще раз смотрю вторец. То есть я не просто смотрю на арку, я смотрю также на поперечные изгибы. То есть мне гораздо важнее, ну, как бы нижняя арка-то, понятно, она важна, она есть. Все с ней хорошо, она никуда не делась. Смотреть на поперечные изгибы. То есть вот эти изгибы, которые проходят через весь ноготь от кутикулы к свободному краю. Они должны быть симметричны. То есть чтобы с одной стороны было выпилено точно так же, как и с другой. Так, ну что, можем заканчивать. Мне надо пилку отбирать, я могу пилить долго. Это у меня от Веры Мирошниченко, когда учились еще. Она вот так зовешь. Посмотрите, кажется, что все уже, все, ну ноготь идеально. Она так садится, смотрит, говорит, да, красиво, красиво, да, пилочка? И полчаса, и сед пили ты такой. И в этом смотришь, ну, просто половина спилила, а вот теперь красивый, да. Так. Шлифуем. А, мы же там черным хотели покрывать. Тогда надо вот тут долизать. Сейчас мы еще пройдем фрезой. Потому что, сами понимаете, под кутикул еще черным герлаком надо доработать. И тщательно шлифуем поверхность. Потому что, если мы не дошлифуем, потом начнем сверху покрывать, герлак будет ложиться буграми. Так. Господи, я даже ни одну салфетку не смогла достать. Так. Блин, ну он так прикольный. Он прикольный. Света, затянула я тебя в секту. Все, арка у нас есть. Арка отличнейшая. Ну вот просто такая, как и должна быть. Так, шлифуем, Господи. Кутикулы. Себе лапнуло. Язык мой враг. Учись на моих ошибках. Сейчас бы покрыли и все, и пошли бы есть. Сижу вечно, знаешь. Кляпану. Еще и безопасный пройду. Я не могу достать. Безопасный, это вообще моя любовь. Особенно для прилипшей тонкой кутикулы. Это вообще песня. Ты пользуешься? Скажи. Ну, просто фантастика. Он настолько чисто учащает. Просто вообще сразу, моментально другой вид. И ей не страшно как бы поглубже, потому что у нее нет абразива. Согласись. Особенно если кутикула прилипшая, тонкая, ты даже палочкой апресиновой не можешь отодвинуть. А фрезой безопасной она отодвигается вообще господи, в лед. Я что-то нажала. Я ничего не делала. Откуда блестки появились? Темно как-то у нас. Все, ладно. Хватит. Хорошего понемножку. Давайте еще кутикул ремовер нанесем. Просто чтобы пыль вычистить. Даже не буду его выдерживать. Время. Просто чтобы... Покажи фрезу. Как нижний делает такую арку. Ух ты, как жаль, что пропустила. А что пропустили-то? Эфир сохранится же. Вот. Безопасная. Вот. Она называется у нас каталоги безопасная. Идеальная фреза. Во-первых, она бечная. У нее нет абразива. Она не тупица, если вы, конечно, ее не уроните. Ее можно стерилизовать, дезинфицировать, все что угодно. Она полностью из металла. Вот ее купили. Она дороже всех. Стоит она? Стоит она 900 или 1100. Вы ее купили, и все. И она у вас на всю жизнь. Если будете ей аккуратно пользоваться и не ронять. Понимаете? Я без нее вообще вот как бы в работе, когда работала с клиентами, я вообще не могла без нее обходиться. Так что всем рекомендую приобрести. Вот он, наш красавчик. Блин, не хочу черным покрывать. Ну ладно. Я передумала. Не будет красиво. Я пошутила. Не, мне просто жалко. Он так прикольно там внутри помятая фольга смотрится. Хорошо. Все. Берем черный герлак. Можно краской. Краской проще покрыть. Смотрите. Берем вот такую кисть овальную. Стоп удобнее. Как разло сейчас. О, есть! Ха-ха-ха-ха. Черный тюльпан. Вот в какие моменты удобнее краской работать. Чем герлаком. Выдавили? Не надо черного. Жалко, оставьте так. Вы же издеваетесь? Вы что? Что вы мне тут начинаете? Все, поздно. Нечего было меня с толку сбивать. Надо. Надо. И вот так намечаем глубину фрэнча. Че, как удобно. Не надо. Все, уже поздно. Сейчас еще почитаю. Топом. Не надо черного. Точно не надо? Ладно. Не буду. Не хотите, как хотите. Я сказала, не надо. Вы мне заморочили голову всю. Хотите, я вам сейчас сделаю экстаз? Где моя макро-камера? Не виделось свет? А, берем лупу. Давайте все. Памперсы надели. Не обсикайтесь. Цепляем. Тут, правда, по-другому оно как-то работает. Сейчас, возможно, мне позвонит сын, и у меня все прервется. Вы, пожалуйста, тогда не пугайтесь. Он ко мне уже пишет сообщение. Берем теклос. И сейчас будем покрывать топом. Мы как раз можем рассмотреть нашу арку, боковые линии под макро-камерой. Поехали. ослепни, называется. Ослепни, называется. Тут чуть пропилилась. Можно фольгой прям по теклосу заляпать. вон, 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 вон. И, вон. Вон. И, вон. из клиник сделаю и в арках когда топом покрываете переворачиваете вот так буквально на три секунды чтобы топ стек центр смотрите чтоб носика не было все сушим врезалась все мы с вами закончили сейчас посмотрю что вы там с вопросиками у вас да и буду прощаться мне там сын у вас у меня сын просится домой в школе попросила подождать чтобы не звонил так ну что огонь 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 согласно красиво ведь хорошо что черные покрыли ну что пробуйте делать арки у кого будут трудности жду вас на онлайн курсе арочное моделирование мы там делаем все техники связанные с арками welcome смотрите эфиры следите гирокраска и покрытие покажите нет все хватит издеваться покажи не покажи это определитесь все девчонки ровно час я вам желаю удачи эфир обязательно будет сохранен в ленте я не знаю сегодня или завтра выложу в эфир в stories обязательно наш шикарный ноготок всем пока всем успехов классных клиентов не стойте на месте будьте все круче круче и круче пока